Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Дети – это счастье. Они способны делать жизнь взрослых яркой, наполнять ее смыслом. Считается, что с рождением ребенка взрослые получают новую жизнь. Радость от первой улыбки, от первых слов. Первые шаги, первые достижения – это всегда гордость для родителей и предмет хвостовства. Как часто мы слышим, что придя домой усталым от проблем и жизненных забот, весь негатив уходит, когда тебя обнимают маленькие ручки и нежный голосок говорит тебе о любви. Но есть и другие семьи, где все непросто, где родились особенные дети. Как они живут, как приняли этот факт и что чувствуют. Об этом мы сегодня и поговорим. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, как вы относитесь к детям-инвалидам. Мы обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твереград. Итак, тема эфира сегодня – это семьи с особенными детьми. Давайте начнем с того, что вообще вкладывается в смысл семьи с особенными детьми. Что такое особенные дети? Я думаю, это такое аккуратное название детей-инвалидов, чтобы... Толерантно, как модно сейчас говорить. Толерантно дети-инвалиды. Знаете, еще вопрос такой, что многие родители начинают стесняться внутри как-то или винить себя, стыдить за то, что у них в семье такой ребенок. Ну, они берут вину на себя. Ну и общество наше достаточно жестокое. Поэтому очень многие родители не хотят, чтобы определяли прям по диагнозу ребенка. Поэтому это понятие и из-за этого тоже выросло, что стали в общем называть особенные дети. Есть еще такое понятие, как дети с ограниченными возможностями. Хотя говорят, что в Европе наоборот их называют дети с дополнительными потребностями, а не с ограниченными возможностями. Ну, мы можем вот как-то все-таки разделять вот особенные дети и дети с ограниченными возможностями? Какое понятие в какое входит? С ограниченными... Особенные дети с ограниченными возможностями или дети-инвалиды. Я думаю, что это медицинское разделение. Там неким образом дети с ограниченными возможностями отделяются от детей-инвалидов. И это некая степень вот той инвалидизации с ограниченными возможностями. Это дети с наименьшей инвалидизацией, а дети-инвалиды — это дети-инвалиды. То есть это более такое уже там ярко выраженное заболевание. И я так предполагаю, я не медик, не могу как бы точно сказать. Но, по-моему, вот такие вот у нас появились различия. А дети с... Особенные дети — это уже вот такое наше толерантное название. Мы уже об этом сказали. Ну, Наталья у нас не только арт-терапевт, как мы представляли вас сегодня, и психолог. На самом деле Наталья очень глубоко погрузилась в эту проблему, потому что сама является мамой особенного ребенка. Скажите, как... Дайте совет, как принять эту ситуацию. Ведь действительно это очень тяжело, и родители начинают, безусловно, винить себя. Да и любой человек, который заболевает, первым делом, наверное, он говорит, почему я, задается таким вопросом, почему я. И, как правило-то, почему-то такой закон, ну, скажем, подлости. Ведь не всегда в асоциальных семьях рождаются дети-инвалиды. И очень часто, да, мы видим это и... Это ученые, это и звезды достаточное количество. Сейчас это толерантно, сейчас об этом говорят. И люди стали это обнародовать, и огромного количества звезд, действительно дети с особенностями развития. Но и наше общество, оно достаточно все равно жестоко. Как мы и не говорим о том, что понятие все-таки толерантности у нас вводится, как в Европе. Тем не менее, ведь и обсуждают, и, как правило, общество сразу винит родителей. Часто ведь это действительно какие-то, возможно, генетические заболевания, которые передались там через третье-четвертое поколение. Но сразу наше общество начинает додумывать, какие у папы были вредные привычки, или что мама не то делала во время беременности. И так вина, они чувствуют вину, да, родители чувствуют на себе вину, но еще и общество подогревает это чувство. Как вообще принять ситуацию, что у тебя не такой ребенок, что он особенный, но это твой ребенок? Ну, я думаю, что принимать, что это твой ребенок, это вот, ну, если ты родила его, то ты уже сразу понимаешь, что это твой ребенок, и тут никаких вопросов у мамы обычно не возникает. Может быть, у папы, да, возникнут. Но у мамы связь, да, по крайней мере, 9 месяцев больше эта связь. Как мы раньше говорили в передачах, папа понимает, что он отец, папа гораздо позже, чем мама. Когда ребенок говорит папа. Да, примерно на год-два-три. Да, а вот по поводу вот этого момента, когда мы начинаем искать причинно-следственную связь, не только сами родители ее ищут, но и окружающие тоже ищут. Это одна из таких наших установок, это действие нашей лобной коры, головного мозга. Вот, это тот момент, когда он заложен у нас генетически, мы обязательно должны установить причинно-следственную связь. Ну, то есть это не самообичевание, а именно наша физиология. Да, это наша, можно сказать, что да, это работа нашего мозга, потому что если мозгом не будут установлены причины-следственные связи, не выживет ни индивид, ни сам вид не выживет, если он не установит эту причину-следственную связь. Вот, и это хорошо работает на простых вещах, таких как, да, если горячо я дотрагиваюсь до горячей чашки, у меня на руке ожог, я устанавливаю причину-следственную связь, больше не дотрагиваюсь, у меня больше нет ожогов, да. То же самое наш мозг пытается сделать с этой сложнейшей вещью и ответить на этот сложнейший вопрос, почему у меня родился ребенок-инвалид. Хорошо, если это сказали тебе врачи, если это на самом деле какой-то генетический случай, у тебя взяли анализ на генетику твоего ребенка и ответили тебе на этот вопрос, почему. Потому что у тебя вот такие гены. Нарушение там, нарушение, допустим. Во всяком случае ты уже знаешь, что в следующий раз, когда ты будешь беременна, ты сделаешь кладу этот тест, именно на этот диагноз. Или потомкам своим передашь, здоровым детям, которые у тебя есть, что это может быть своим родственникам. Во всех остальных случаях зачастую сами врачи не могут ответить на вопрос, почему у тебя так случилось, почему это с тобой случилось. Так бывает, часто говорят они. Пока что в нашей медицине зачастую нет ответа на этот вопрос. Даже если есть, я могу сказать, что на этом не заканчивается. Потому что следующий мой вопрос был, ну а почему тогда со мной? Ну хорошо, хорошо так бывает. Так, приняли этот факт, да, ребенок особенный. А почему это именно со мной? Вот почему случилось именно со мной? Вот, что делать в этой ситуации? В этой ситуации надо поступать как на контрольной по математике. Вам досталась задача, решайте. Все. Если вы будете сидеть и думать, почему Мария Ивановна дала мне такой пример, за что ж она меня там не любит? Вот, что же я в своей жизни такого наделала? Или мой муж, да, отец ребенка, что ж мы такое сделали? Может, мы курили за школой? И поэтому нам досталась такая задача. Вот. Мы не решим ее. Мы будем просто сидеть, думать, у нас будут капать слезки, мы будем плакать. Вот. Ну, задачу мы эту не решим. Ну, к сожалению, да, ни к какому действию, ни к чему хорошему это не приведет. Да, то есть покопали, узнали информацию, то есть что делать, да? Нужно узнать, генетическое или не генетическое. Можно ли установить эту причинную и следственную связь или нельзя? Если ее нельзя установить медицинским способом, это вопрос к врачам, не к себе. Вот. Нельзя, все, останавливаемся и решаем задачу. Дальше не ищем, нет смысла. Хорошо, что делать? Вот. Набираем воздуха в легкие, успокаиваемся и начинаем работать по диагнозу с врачами, в связке с врачами. Запасаемся терпением, запасаемся силами, любовью, огромной любовью к своему ребенку. Ну, она есть. Ну, дай бог. Да, обычно, изначально. Так, и куда можно обратиться за помощью? За помощью. Ну, в первую очередь, скорее всего, это идет у нас по заболеванию. То есть, если у нас ДЦП идет, то это одна медицинская помощь. Если раковые больные, то это другая. Все зависит от вашего заболевания. То есть, мы собираем информацию по диагнозу, вот, и в соответствии с этим диагнозом обращаемся в медицинские учреждения. Можно обращаться, допустим, на форумы мам, потому что у нас практически по каждому диагнозу, там, ДЦП или аутизм. Уже в Твери есть общественные организации, которые занимаются именно этими заболеваниями. Дети-ангелы, допустим, это вот группа, которая ДЦП, очень они хорошо фильтруют информацию. На их страничках обычно только проверенная информация. Да, потому что в интернете много лишнего всего, и страшилок. Да, да, да. Да, и есть еще такой момент, что можно в этом закопаться, что тоже не стоит делать. Слишком большой объем информации, очень разный, он не нужен. То есть, на хороших сайтах, на тех сайтах, которые связаны с вашим заболеванием, это сайты могут быть институтом. Как их найти, как понять, что это сайты хорошие? Ну, предположим, если, допустим, у вас болезнь головного мозга, то мы выходим на сайт Института головного мозга человека, да, и смотрим там уже, какая есть информация, обращаемся именно в этот институт. Вот, ну, вот такие, вот так вот. Если у вас раковые болезни, то, значит, сайт, который именно официальный... Чаще всего еще все-таки эти мамы узнают друг друга, мамы и папы таких детей узнают друг друга. Ну, в больницах, в центрах, они общаются. Информация про подобные центры, общественные, да, организации, она есть, и кто-то все равно знает. Все равно в эти больницы приходят те, кто уже не первый раз. Так называемое сарафанное радио. Конечно, сарафанное радио одно из первых, и плюс оно даст вам более-менее достоверную информацию, если человек уже не один год связан с этим вопросом. То есть, он как бы уже понимает, что и где смотреть. А придя в этот центр, вы сможете получить не только понимание направления медицинской помощи, но и понимание направления психологической, общественной. Да, очень много организаций есть, которые именно работают на поддержку. На поддержку и ребенка, и на поддержку родителей, а также, соответственно, на поддержку внутрисемейных отношений. Да, это ведь на самом деле очень сложно, и, как говорится, и сорта из избы старая русская, да, поговорка стараются не выносить, тем более боец каких-то осуждений очень часто. И поэтому порой люди закрываются со своей проблемой, и считают это стыдно, это неприлично выносить на людей, не дай бог, кто узнает. Ведь в данной ситуации, наверное, главное действительно не уходить в себя, а действительно попросить помощи. Существует ли у нас в России служба бесплатной психологической помощи по таким вопросам, чтобы не за деньги, например, можно? Ну вот вы говорили про те же самые центры, да, к примеру. Вот в тех же самых центрах, может быть, при больницах где-то есть психолог, куда можно обратиться, потому что, если мы говорим о платных психологах, это очень существенная сумма. Ну вот из моего личного опыта у нас в Твери действуют фонды. В одном из фондов я был волонтером, если не ошибаюсь, Добрый мир. Соответственно, они выигрывают гранты, они проводят бесплатные программы, у них встает вопрос с другим, как удовлетворить запросы всех. То есть реально большое количество человек, желающих пойти на бесплатную помощь, психологическую, развитие ребенка и все остальное. Вот, мест просто не хватает физически. Соответственно, они делают все, что возможно. И самое интересное, что было, что очередь выстраивается особенно с маленькими детьми, когда родители только начинают заниматься этим вопросом. Со взрослыми детьми, когда родителю уже более-менее понятно, и он идет дальше, он не бросил эту ситуацию, да, решает этот вопрос, решает эту задачу, эта задача на всю жизнь. Вот, соответственно, они уже более социализировались, там очередь меньше. То есть дети примерно с 12-13 лет в этих фондах, да, вот, где я работал волонтером, там уже очередь поменьше. И приходят на развитие именно мелкие моторики, все остальное. Вот, социализация детей, чтобы их пустить в мир и развить какие-то еще способности. А вот очередь с маленькими детьми там реально выстраиваются большие. Это программа «Время и дети». Мы сегодня говорим о семьях с особенными детьми. Мы продолжим сразу после небольшой рекламы. «Время и дети». Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня, и как обычно, у нас гости – это Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ, и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог и психолог. А также у нас сегодня специальные гости – это Наталья Каменева, арт-терапевт, психолог и мама особенного ребенка. Мы сегодня говорим о семьях с особенными детьми. Артем, скажите, а вот в вашей среде образовательных возможностей есть дети с особенностями? Ну, чтобы так прям установленным диагнозом, таких нет. Нет, но, тем не менее, дети, они все с особенностями, на самом деле. И в данном случае здесь нужно понимать следующий момент, что взаимодействие с такими детьми, оно должно быть максимально более нормальным, нежели даже со всеми остальными. Потому что вот это нормальное к ним отношение, нормальное с ним взаимодействие на равных, оно как раз позволяет ребенку реализовать те моменты, которые у него внутри находятся, и какие те особенности, которые у него внутри есть, их прожить, их проэмоционировать, их понять для себя. И вот это позволяет ребенку их пройти и понимать, как с этими собственными особенностями жить дальше. Не зажиматься внутри. Да, и в этом плане можно сказать, что у всех детей есть определенные особенности. То есть простыми словами, как ребенку понять, что я не такой, с этим надо жить. Да, это нормально. Да, я живу, и с этим можно быть счастливым. И все не такие, главное, что. Вот, и в этом плане как раз есть большой смысл это проживать и в этом двигаться, а не наоборот закрываться в каком-то отдельном месте, отдельных детей каких-то. Вот, а наоборот, чем больше будет закрытие, тем меньше возможностей будет у ребенка с собой работать. Дальше прочувствовать эти эмоции, когда тебе не дают их чувствовать, да, или препаратами у тебя их сбивают, да, или определенным режимом, или определенным местом и взаимодействием. Ограничениями со стороны родителей, к примеру. Да, ограничениями со стороны родителей, педагогов, там, врачей. Да, вроде как бы со стороны это благие ограничения. И вроде как они направлены, тут большая сложность в том, что все эти ограничения направлены на проявление. Не на источник этого, а на проявление. То есть гиперактивность, например, пытаются зажать, значит, успокаивающими, да, седативными средствами. А зачем, это не очень понятно. Вернее, понятно, чтобы снять внешнюю составляющую, чтобы она меньше напрягала родителей и общество. Вот, а оно при всем при этом, а это не решает причину. Вот, и в данном случае здесь нужно со стороны родителей к этому подходить максимально конструктивно и максимально аккуратно. То есть чтобы не попасть вот в такую странную ситуацию, да, что мы вроде просто симптомы лечим, вот, а суть не трогается и никуда не двигается, и она не разрешается на самом деле. Вот, а когда ребенок находится как раз в пространстве, где у него максимальные возможности, да, реализоваться, реализовать себя свое, вот тогда он научается с этим жить и понимает, и движется и с детьми, и со взрослыми, и с родителями, и с внешними всеми людьми именно, ну, в человеческом плане. И это вот максимально то, что нужно. Пришло время нашей рубрики «Детское мнение». Мы у наших детей спрашивали, задавали перед эфиром им такой вопрос. А как ты относишься к детям-инвалидам? И достаточно, ну, с точки зрения взрослого человека, мы интересную вещь получили. Давайте послушаем и потом обсудим. Детское мнение Я, когда вижу детей-инвалидов, то мне становится грустно. Я хотела бы пожелать им удачи, чтобы они выздоровели и были счастливы. Я хочу, чтобы дети выздоровели быстро. Мне их жалко, и чтобы они очень себя сильно любили и уважали. Детское мнение Вот такое мнение детей мы получили. Они искренне эти эмоции. И детям становится грустно и жалко. Но, тем не менее, они искренне говорят о том, что желают выздоровления, и чтобы этот человек маленький был счастлив. Но, наверное, пикантность этой ситуации состоит в том, что у нас немаленькая фокус-группа из детей, но только два ребенка смогли ответить. А остальных детей данный вопрос, ну, действительно вел, скажем так, в ступор. Они не смогли ответить. Маленькие, более маленькие дети вообще не понимали, о чем мы у них спрашиваем. А старшие не могли действительно некоторые как-то сформулировать вот свое мнение и отношения, потому что начинали уточнять, а кто такие инвалиды, а как. А вот я не видел. Я видел только, возможно, в кино, но не рядом с собой. А вот как вы это прокомментируете? С одной стороны, мы говорим о толерантности, о том, что идет и поддержка государства, и мы стали говорить об этом. Ну, я не буду говорить о проблеме, да, об этом. Мы стали об этом говорить. Ведь очень мощное паралимпийское движение, и все мы болеем за наших паралимпийцев, так же, как и за олимпийских чемпионов, претендентов на это звание. Но вот, тем не менее, тема получила огласку, может быть, не широкую, но огласку, но, видите, до детей она не дошла. Почему? Не принято всем их об этом говорить, где нет этой проблемы? Ну, лично мое мнение, вот я скажу, мы говорим об этом реально много, висят плакаты принимать детей, инвалидов или особенных детей, да, но действий реальных, их минимум, их настолько минимум, чтобы только что-то поддержать, либо дать какой-то грант, да, чтобы вот один из фондов начал работать, и очереди выстраивались. То есть, на мой взгляд, получается некая галочка со стороны тех, кто может это организовать, сделать, да, и не более того. Разговоров много. То есть, в любой программе... Ну, это финансовая галочка, в любом случае. Ну, что вы считаете? Я считаю, что сказали, недостаточно действий. Недостаточно действий не только со стороны, можно сказать, властных структур, но и со стороны самих родителей, которые готовы принять таких детей в своих классах с детьми, которые считаются без особенностей или не инвалидов. То есть, множество случаев, когда родители собирают собрание, чтобы убрать мальчика из класса по каким-либо причинам, тоже СДВГ или признаки аутизма, или еще что-то такое, вместо того, чтобы объяснить детям. Мотивирует, потому что он мешает заниматься, потому что он агрессивен, потому что у него резкий выплеск эмоций идет, да, и он может навредить другим детям, он сбивает занятия. Ну, про школу мы уже много раз говорили, что, в принципе, там надо все менять. Но вопрос такой, что само общество из родителей, которые не могут принять таких детей, таких людей, даже, скажем, больше, да, потому что если родители не принимают ребенка особенного, это что значит? Это значит, что он и ко взрослым инвалидам относится не очень положительно. То есть, тут какой вопрос? И поэтому вот любая программа, как она выглядит, не говорится о том, что сделать класс половину детей особенных, половину этих, ввести в класс буквально 1-2 процента, ну, если в процентном отношении, а так 1-2 человека на группу, там, 20 детей без... Ну, то, что сейчас делается вот на уровне государства, с точки зрения введения в коллектив, вот, небольшого процента людей с инвалидностью, когда... И опять-таки инвалидность. Как раз-таки дети с ОВЗ вводятся в общие классы, не с инвалидностью, а дети с ограниченными возможностями здоровья. Это вот колясочники? Не, ну, вот, с ограниченными возможностями здоровья, не совсем инвалиды. Вот они их как-то делят, вот, честно говоря, не знаю, по какому принципу, на инвалидов и с ограниченными возможностями. И вот в классы вводятся именно дети с ограниченными возможностями. Ну, вот трудно, да, в классе найти, наверное, человека, у которого, допустим, признаки аутизма, да, ну... Но они в коррекционных школах, да, как правило, такие ребята? То есть чаще всего они на семейном образовании, на внутреннем, и школы им дают педагога на дом. Причем такие дети, я просто работал с мальчиком с подобным диагнозом и просто знаю эти истории. И дети могут даже не принимать того человека, который приходит к ним домой, чтобы учить. То есть там еще такой выбор идет. Там очень сложная ситуация. Причем я вот восхваляю эту маму, которая воспитала этого мальчика, да, и этот мальчик сейчас абсолютно социализирован. Он может работать в любой компании. У меня дочки с ним общаются. Вот. Вопрос там, работа с эмоциями, работа с пониманием, и как бы в том, что он может. И мальчик достаточно, как сказать, талантлив. Он рукаст, он головаст. Ну, мотивация во внимании, естественно, там страдает. Но все вопросы были решены. И почему таких детей не вводить в класс? Это раз. А во-вторых, если ребенок перерастает, он уже потом сам не захочет идти в класс. Он понимает, что там есть вот эта вот дисциплина и все остальное. Но это опять-таки еще и вопрос к школам. Возможно. Так что вопрос тут стоит о том, как общество принимает этих детей, как общество готово сделать для них такие условия, чтобы они вошли в этот класс. Не комфортно, я говорю, там не подстелить соломочки, да? А именно принять. Просто принять и объяснить детям, что это за дети, своим детям. Ну, вот очень часто, да, вы говорите о том, разные наши программы были, и очень часто Артем говорил, а зачем, да, там ребенку объяснять, а зачем с ним об этом говорить, если ребенок не спрашивает. Вот что касается детей с особенностями. Стоит ли родителям объяснять своим детям о том, что есть не такие дети, и что не надо там на них показывать пальцем, что их нужно принимать? Или, то есть, должна ли это быть беседа инициирована родителям? И вот какая-то культура такая, да, вот воспитание. Или только, когда ребенок увидит и скажет, мама, а что с этим, папа, что с этим ребенком не так, да, вот что, почему, вот тогда и стоит объяснить. Я думаю, тут есть такой момент, вот лично я все время, как мама ребенка-инвалида, я сталкиваюсь с очень таким доброжелательным отношением, что родителей, что детей. Единственный момент, что дети с их непосредственностью, они, конечно, подбегают к этой коляске и спрашивают, ой, а что это у нее со всей своей непосредственностью? Я считаю, что именно вот этим воспитанием, может быть, должны заниматься родители детей-инвалидов. Я понимаю, что это еще одна нагрузка на нас, да, но тем не менее, нам же несложно. Вот на самом деле подходят мамы здорового ребенка к тебе со своим здоровым ребенком, и у них наворачиваются слезы на глаза, у них трясутся руки, они не знают, как остановить своего вот этого непосредственного ребенка, как бы он сейчас не нанес травму мне, моему ребенку, вот этими всеми вопросами они не знают, они сами не знают, как себя вести, добрейшие женщины. Вот о чем я и говорю, воспитание, вот и общество. И я думаю, что это мы должны быть более добродушными, рассказывать, вот родители детей-инвалидов, рассказывать обычным детям, здоровым, да, у меня вот такой ребенок, ничего в этом нет. Если вам задают вопрос, я призываю родителей, может, меня полетят сейчас с камней, конечно, но я думаю, что мы должны это делать. То есть речь вот о каких-то таких небольших, да, семинарах, возможно, в детских садиках, в школах. Может быть, мы должны приглашать к себе здоровых детей, в наше сообщество, здоровых, рассказывать им, показывать, как вот про эти диагнозы, а кто кроме нас лучше расскажет. Не знает мама вот этого ребенка, который непосредственно бежит ко мне и спрашивает, что ей сказать. Она не знает, что с моим ребенком, она не знает, что ответить ей. Это я могу ответить. Аккуратно так, чтобы не обидеть себя, не обидеть своего ребенка. И удовлетворить любопытство. А из личного примера, дочки у меня тоже просто обращают внимание, как Наталья сказала, показывают пальцем, все остальное. Просто аккуратно, мягко, да, надо объяснять ситуацию. Если вы не находите слов, правда подойти и поговорить, вот так сказать, мама объяснит. И Наталья правильно сказала, ну мама в смысле мама этого ребенка особенного. Вот. Потом дети изначально хорошо относятся к ним. Изначально. То есть вот изначально. А дальше все будет зависеть от родителя, как обычно. Или родитель отдернет его, или родитель доброжелательно подойдет, поговорит с мамой, с папой этого ребенка, представится там и объяснят все. И ребенок тогда будет играть, встречаться с таким ребенком. У меня был такой случай, мне его рассказали недавно совершенно. В больнице, значит, на ребенка инвалида, здоровый ребенок, начал показывать пальцем и кричать, мама, смотри, дурачок. И тут, значит, от мамы, от его добрейшей женщины, этому здоровому ребенку прилетел смачный подзатыльник. Ну как он будет относиться после этого к детям инвалидам? Ну, он запомнит, да, что это было бы. Он запомнит. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Время и дети. «Время и дети» программа продолжается на Пилот-радио. Сегодня тема нашего эфира «Семьи с особенными детьми». А как объяснить ребенку, когда это не маленький, да, уже ребенок, что он не такой, как все, и что это нормально? И как вообще его нужно воспитывать? Я думаю, что, ну, если этот диагноз давно уже стоит, то ребенок, в принципе, он знает, что он уже не такой. Дети это достаточно рано понимают, и понимают, что они отличаются от других детей. Воспитывать как обычного ребенка. То есть если у нас сохранный интеллект, то воспитываем как обычного ребенка. То есть не говорим о том, что тебе нельзя это, тебе нельзя вот это. Не увлекайся там, например, там, ты не пойдешь работать на завод, налегай на какие-то предметы другие, чтобы тебе заниматься там интеллектуальным трудом. Или давать все-таки ребенку возможность, если он хочет посмотреть, как его сверстники бегают на стадионе. Ну, тут вопрос такой, что ребенок, как и обычный, он сам выберет. Давайте ему пробовать. Все, что он захочет, можно. А, естественно, вы, как родители, сами будете понимать, что ему не дадите или не, как это сказать правильно, не попросите его сделать. Ну, просто из обычных пониманий, из реалии. То есть вы этого не будете запрещать, но и не будете его просить сделать. Соответственно, как бы, все остальное ребенок попробует сам. И он сам определится, где ему интересно. То есть свой, грубо говоря, талант, предназначение, он найдет, если он будет пробовать. Это вот с любым человеком, с особенным, не с особенным, происходит все одинаково. Если сохранный интеллект, если человек готов думать, понимать, он сам будет определяться. Давайте объясним слушателям нашим, что это такое, когда интеллектуальные способности не поражены болезнью, и ребенок может так же развиваться, как вот обычный ребенок. Умственно развиваться точно так же, как обычный нормальный человек. Может быть, замедление, но тем не менее. С небольшой задержкой, может быть, в развитии, может быть, даже с значительной задержкой в развитии, но тем не менее, сохраняются способности мыслить, внимание, память, мышление. Все это достаточно развито, и как бы есть способности к самообслуживанию, к мышлению, к бытовому мышлению, к логическому мышлению, к абстрактному мышлению. Ну и, соответственно, как дальше, это и к социализации. К социализации. Вот считается, что дети неподдельно чувствуют настроение родителей, даже если родители, к примеру, там, расстроены чем-то и в ссоре, и вроде пытаются делать вид, что все хорошо, но тем не менее, на каком-то энергетическом уровне дети это понимают. Безусловно, это очень серьезное испытание проблемами со здоровьем и для ребенка, и для родителя. И, конечно же, родитель и физически устает, но и морально, психологически устает. Как стоит себя вот вести таким родителям? То есть им нужно натягивать улыбку даже вот в любой ситуации, даже в тот момент, когда хочется очень сильно плакать, но брать, да, там силу воли в кулак, или и всегда быть радостным, да, при ребенке, пусть и искусственно, или наоборот, показывать ребенку все эмоции, что да, может быть тяжело, да, я могу там при тебе там расплакаться. Вот опять лично мое мнение, Наталья, наверное, скажет немного по-другому, но вот работая с детьми, я работал со сложными, у которых интеллект, я бы не сказал, что сохранен, но у них есть и двигательная функция, и они берут, и все, но очень замедленное развитие. Соответственно, я понял, что такие дети могут научить двум вещам. первая вещь — это любовь, вторая — это терпение. То есть в очередной раз понимаешь, что он не хочет делать или не делает просто того, что вот вроде как надо сделать на занятиях, ты берешь, делаешь его рукой, делаешь сам, или еще что-то показываешь ему, когда он улыбается, когда он говорит, как это здорово, ну, на своих языках каких-то, ты понимаешь, что, ну, не просто так, хотя внутри тебя что-то кипело по отношению к нему и все остальное. Это к тому, что вот особенно у родителей у них вот этой любви и терпения должно быть очень много. Прям вот я как вначале сказал, надо прямо ими запастись. А если у ребенка сохранный интеллект, там ничего скрывать не придется. Вы понимаете, что ваш ребенок все-таки развивается, даже с тем, что у него есть. И поэтому, в принципе, каждый день это у вас счастье. Ребенок узнает что-то новое, медленно, долго, не так, как все, но он узнает, он развивается, и он все-таки пойдет в жизнь. Вот. Наталья, вы согласны или другое у вас мнение? Ну, я могу сказать, что по поводу терпения, да, им, конечно, надо запастись, но его, ну, не напасешься, честно. Да, где черпать-то? Где его черпать-то? Вот, и да, черпать-то. Я думаю, что в другом ресурсе, потому что вот если у тебя один ресурс вот такой, который чисто на дотации, да, то есть ты только отдаешь, и ничего, а такое бывает, когда ты лечишь, лечишь год, два, три, четыре, пять, десять, и ты только на отдачу, и тебе по большому счету три копейки, да, ну, вот возврат маленький, бывает и такое. Бывает, что откликается хорошо, ребенок идет, все, здорово, и ты чувствуешь, что у тебя обратная энергия-то поступает. А бывает такое, что нет, ты встел philipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip назад вы не получаете. Вот так вот только, наверное. А что... Здесь тоже еще хочу добавить, что то, что говорит Паша, тут это относится и к обычным детям тоже. Потому что вот этот запас, с одной стороны, терпения, а с другой стороны, это определенное отношение к детям. То есть это не то, что мы терпим эту ситуацию и взаимодействие с детьми терпим, а наоборот. То есть мы с ними находимся, и для нас это нахождение рядом с ними, и взаимодействие, оно само по себе ценно в любом виде. И вообще в любом виде, как бы оно ни происходило. И вот смысл, вот немножечко вот этот акцент, может быть, сместить, что это не то, что мы скажем так, терпим эту ситуацию, еще раз повторюсь, да, а переключиться маленько на то, что мы взаимодействуем, и это наши дети, и в этом в этом самая большая ценность жизни людей. Потому что у тех людей, у которых нет детей, такого нету вообще. И быть не может. Они не могут это реализовать никак. это ощущение, эти эмоции, это нахождение рядом. Потому что сами дети это чувствуют. То есть для них очень важно находиться рядом с родителем. Они могут делать все, что угодно свое, но им очень ценно находиться рядом с родителем. И вот это вот нахождение, оно дает определенное взаимодействие. И это ценно. И вот понимая это и зная это родитель может выдохнуть, скажем так, и в любом случае стараться не рассматривать эту ситуацию как потраченные со своей стороны ресурсы. То есть мы как бы терпим, мы что-то идем, какие-то уступки, мы выделяем какое-то время. Уходить пытаться от такой риторики. А приходить к риторике взаимодействия и что это прикольно в любом случае. Ну, значит, такая миссия у человека в жизни. Это быть родителем суть. Это суть быть родителем. И это классно. Ну, вот мы привыкли, что негатив, он, как правило, идет извне, да, дома нас ждут там родные стены, родные люди и дома, мой дом, да, там моя крепость. Ну, а если в какой-то момент вот у ребенка, ребенок не выдерживает психологически и говорит, мам, папа, зачем вы меня таким родили? Как в этой ситуации? Потому что как отбиться от окружающего мира? Мы знаем, а как в семье эмоции превалируют к этому человеку? Что вот необходимо родителям? Как объяснить? Как ребенка поддержать? Вот на самом деле, чем сильнее поражение ребенка, тем реже вот такое могут услышать родители. То есть, чем ребенок здоровее, чем он избаловании, чем ему все легче дается, вот тем чаще родители услышат именно такую фразу, а что ж вы меня родили, я не знаю, там с такими волосами, с такими щеками и еще вот с такими вот это. Вот выросшие дети, я сейчас общаюсь с выросшими, ко мне обратились дети-инвалиды, которые уже выросли, которым по 19, по 20 лет. Они безумно благодарны своим родителям за ту жизнь, которую они им дали. Они на позитиве, они такие классные, они создают свои программы специальные, они пытаются отбиться от родителей, которые их там по привычке опекают. Да, кстати, вот такой у нас немного времени остается до конца программы, но вот как действительно родителю отпустить ребенка, когда родители, когда ребенок появляется там в 18, в 20 лет, как правило, у родителей еще своя, да, там молодость, свое становление, какие-то интересы в жизни, помимо ребенка, то есть это и карьера, работа, да, возможно еще и учеба, и ребенок как-то вот параллельно всему этому растет. Когда это ребенок с ограниченными возможностями, когда он особенный, естественно, как правило, родители, ну, большую часть жизни, а то и просто все свое внимание и время посвящают этому ребенку. И, естественно, отпускать они его никуда не хотят. Если это ребенок с сохраненным интеллектом, если он может себя, ну, скажем так, обслуживать, жить, да, самостоятельно, да, у него есть какие-то ограничения. Как родителям отпустить этого ребенка? Ну, опять же таки, обратиться в другой ресурс, скорее всего. Ну, я считаю, что приходит такой момент, когда ты видишь, да, все, мой ребенок идет, он может, он, я знаю, что он будет социализирован, я вижу это, да, я вот уже выстраиваю план какой-то, да, и вот когда ты это видишь, уже отпускай, ну, иди учиться уже на кого-нибудь там, или иди на спорт, ну, сделай то, о чем ты всю жизнь мечтала, но не делала, вот так вот, ну, попробуй себя в другом ресурсе, вот так отпускается, по-другому не отпустишь, если ты чем-то другим не увлечешься, там, не знаю, языком новым, или какой-то поездкой, да, которую ты никогда себе не могла раньше до этого позволить, увлечись, увлекись чем-нибудь другим, вот так вот. Но обычно, самое интересное, что вот такой запрос о гиперопеке, он идет от детей, он не от родителей идет, что я не могу отпустить, знаете, нет, родители не приходят с таким вопросом, я не могу отпустить своего ребенка, ни здоровых детей родителей не приходят, ни детей-инвалидов не приходят с таким запросом, с таким запросом приходят либо подростки, здоровые, буквально там 15-16-17 лет, Либо вот дети-инвалиды постарше, которые 19-20, я обычно говорю, чей запрос, того и проблема. Значит, ты ее и решаешь. Я не с мамой твоей должна работать, а с тобой. Ты должен решить эту проблему, а не твои родители. Вот так. Ну, все-таки у нас бытует такое мнение, да, и устаившийся стереотип, что семьи с особенными детьми, это семьи такие вот от родителей изможденные, очень часто семьи не выдерживают, да, такого напора распадаются, ребенок остается с мамой. И какой-то вот такой стереотип, что это глубоко несчастные люди, измотанные, просто побитые жизнью и живущие просто на последнем честном слове. Вот я смотрю на вас, у вас светятся глаза. Видеоверсию, кстати, нашей программы, можно посмотреть, будет в скором времени на портале Твереград. У вас светятся глаза, вы производите впечатление счастливого человека, и даже, вот честно вам скажу, гораздо более счастливого, чем многие какие-то мои знакомые, у которых, ну, скажем, нет в жизни проблем действительно. Я предполагаю, что вы к этому, что это результат титанической работы, что вы к этому тоже пришли, вы прошли, да, через определенный путь, как и все, да, там, отрицание, гнев, вот как... И депрессия, из которой меня выдергивали, мои подруги, спасибо им большое. А вы, пройдя вот этот вот путь и создав себя такой, какая вы сейчас есть, вы помогаете как-то тоже людям? К вам можно обратиться за помощью? Можно обратиться, у меня есть свой офис, свой кабинет, я его недавно-недавно открыла, чему очень рада, вот, улица Крылова, дом 12-14, офис номер 4, по предварительной, единственное, что прошу, записи, учитывая мою ситуацию, вот, номер телефона... Ну, мы, да, мы обняемся, да, контактами, если кому-то из слушателей действительно понадобится этот контакт, вы всегда можете позвонить к нам в редакцию, написать в официальной странице «Пилот радио ВКонтакте» или же написать на портал «Твериград», также в соцсети «Твериград», и обязательно мы вам этот контакт, мы этим поделимся. Да, и, пожалуйста, бесплатно всех родителей детей-инвалидов, бесплатно приму, помогу, с удовольствием, поделюсь опытом. Спасибо вам большое от нашей... за программу, за ответы, за такой пример, и вообще очень низкий поклон от нашей редакции, вам, и сил терпения, и самое главное, счастья в жизни. Это была программа «Время и дети», мы услышимся с вами через неделю. «Время и дети» – новое поколение, новые вопросы, теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».